Микс Ньюс Радио Болтком по пятницам после шести вечера И вот пятница, и вот эфир, прямой эфир Радио Болтком в студии Елена Лукьянова Юлия Писпонин Говорим сегодня о наболевшем очень многих Работают ли в Латвии народные законодательные инициативы Говорим мы с нашим гостем в студии, бывший депутат Светлана Савицкая Света, добрый вечер Телефоны прямого эфира 672-12-939, 672-13-939 Ну и начнет, конечно же, Лена Это у Лены наболевшая Это у меня наболевшая Почему наболевшая? Потому что в наших странах очень любят ругать государство Делают обычно это на кухне или в кругу друзей Но при этом граждане почему-то не отдают себе отчета Что во многих бедах государства виноваты они сами А вот что такое демократия на самом деле Это маленькая моя такая вступительная речь И потом мы начнем говорить со Светой Для чего вообще придумана демократия, для чего придуман парламент? Для того, чтобы каждый из нас мог заниматься своими делами Учить, лечить, строить, шить, писать книги Если мы все будем заниматься направлением государством У нас на все эти прекрасные дела не останется никакого времени И поэтому как-то человечество по мере своего развития договорилось о том Что оно будет выбирать своих уполномоченных, которые будут принимать правила Обязательные к исполнению Вот эти уполномоченные избираются И мы им вроде как передаем вот это полномочие Принимать обязательные для нас правила Но это не значит, что после этого они делают то, что они хотят В свободном режиме И то, как они будут работать То, что они будут принимать во многом зависит от нас И вот это вот то, что мы выбрали, называется представительная демократия А все остальное остается у нас И называется она непосредственная демократия Это, во-первых, сами выборы Когда мы приходим И от нашего решения зависит Кто будут те люди, которые принимают эти важные для нас правила Но помимо выборов есть еще другие формы Когда мы можем непосредственно участвовать в управлении государством И как мы будем эту власть контролировать Потому что, повторяю, я много раз уже говорила об этом в эфире Власть это услуга, которую мы нанимаем себе За собственные деньги добровольно Договариваясь о том, что они от нашего имени будут что-то делать Мы будем им платить зарплату из наших налогов Но это не значит, что эта услуга должна быть некачественной И что мы за качество этой услуги не отвечаем Потому что услуга, как только перестает ее качество контролировать Становится плохой Поэтому, вот каковы системы взаимодействия между государством И гражданами, и другими людьми, которые проживают на его территории Что за механизмы есть в Латвии Как это работает Об этом можно говорить на самом деле долго И мы собираемся говорить об этом много и регулярно, периодически Но сегодня мы хотим поговорить о том А вот есть такой способ, как народная законодательная инициатива Когда не парламентарий вносит, или не правительство Не президент вносит какой-то законопроект Или какой-то вопрос иной для того, чтобы он был решен парламентом А вот что-то накипело у граждан Могут ли они, имеют ли они право Как это делать, как это организовывать, как достигать результата Свет, есть такое в Латвии? Есть Есть И, скажем так, с 2011 года существует, на мой взгляд, великолепная платформа Которая называется, все жители, я думаю, прекрасно знают о ней Манабалс ЛВ В онлайн режиме каждый гражданин, который достиг своих 16 лет Может подать законодательную инициативу И начать так называемый сбор подписей таких же граждан, достигших 16 лет За свою инициативу Естественно, если мы начинаем разбирать этот механизм То формулирование этой гражданской инициативы К нему нужно подходить серьезно И она должна не противоречить демократическим принципам Она должна быть четко сформулирована Она должна быть, если, допустим, эта инициатива касается каких-то изменений налоговых То она должна быть продумана А можно в налоговой, да? Можно тоже в том числе Но тогда необходимо подать свое видение Из каких средств вот эту вот инициативу можно реализовать Можно быть четкая пояснительная записка Да, безусловно Безусловно Да, и если мы говорим о вот этом первом этапе формулирования некого запроса Некой такой заявки законодательной инициативы То есть команда в Manobals.lv Которая очень четко и хорошо на своем портале прописала У них есть и прописанным текстом Весь механизм формулирования вот этой вот Все правила, как это надо сделать Абсолютно, абсолютно верно Более того, у них есть короткие видео Они простые и понятны Более того, они предлагают помощь любому человеку, который хочет эту гражданскую инициативу заявить Они говорят, пишут о том, что Ребят, если вы хотите, вы заранее нам, пожалуйста, напишите Мы поможем вам сформулировать Мы поможем вам каким-то образом привлечем экспертов Потому что у нас есть эксперты, с которыми мы сотрудничаем на постоянной основе Все это можно сделать И они курируют вот этого конкретного человека, который решил подать Гражданскую инициативу с первого шага до, собственно, какого-то логического завершения Логическое завершение – это то, что на МАНА БАЛСЛВ будет уже эта инициатива официально вывешена И из-за нее начнется сбор подписей Я правильно понимаю? Да, то есть там есть несколько этапов Первый этап, как я уже сказала, это формулирование самой вот этой законодательной инициативы Когда она сформулирована, она не противоречит демократическим принципам Она еще, наверное, с Атверсмой не должна противоречить Да, безусловно А действующему законодательству она может противоречить? Может, потому что, получается, там новая инициатива Соответственно, эта инициатива по изменению либо каких-то законов, либо каких-то актов, которые используют в своей работе самоуправление Соответственно, она может выступать То есть это и касается Сейма, это касается и самоуправления Да, то есть, в принципе, парламент потом может, ну, я об этом расскажу, может быть, следующим шагом Парламент потом, когда начинает рассматривать, он может пересылать эту инициативу По подведомственности Да, да И когда сформулирована сама инициатива, она помещается на портале Manobals.lv И начинается голосование Начинается голосование, и начинается активная кампания продвижения данной инициативы Разъяснение, работа с прессой, работа с теми политиками, которые когда-либо Погодите, давайте, давайте все-таки дойдем Хорошо Что будет вообще? Сколько нужно собрать подписей для разных уровней органов, которые создают правила, чтобы инициатива сработала? Принцип един Нужно собрать 10 тысяч голосов граждан, достигших 16 лет Голосование на портале происходит при помощи авторизации через банковскую систему То есть ты, заходя на портал, уже тебя идентифицируют, что позволяет контролировать повторные Только через банковскую систему? Или через электронную подпись, может быть? Через банковскую систему И, соответственно, вы заходите и после того, как вы авторизировались, вы можете проголосовать за все инициативы, которые сейчас в данный момент актуальны на Монобал СЛВ только один раз После того То есть 10 тысяч? 10 тысяч Это же не так много И да и нет Это не так много И да и нет Все зависит от того, каким образом вы будете свою инициативу доносить до общества Это отдельный вопрос Это отдельный То есть если 10 тысяч собраны, то следующим шагом становится подача данной инициативы в парламент Ее передает в информационную службу парламента сам заявитель совместно с представителем Монобал СЛВ И тогда она трансформируется в коллективное заявление Коллективное заявление, которое парламент не имеет права не рассмотреть Вот это второй этап Заявка от активного гражданского голосования, она перешла в другую стадию рассмотрения парламента Это и называется народная законодательная инициатива Вот вы собрали 10 тысяч подписей Да Она оформляется, проходит какой-то этап трансформации во что-то другое И становится тем, что парламент не имеет права не рассмотреть То есть не только депутаты, но и каждый из нас может сформулировать вопрос Который будет подлежать обязательному рассмотрению парламента Именно так В тот момент, когда вы подали свою инициативу в парламент Она дальше, ее передают для проверки подлинности подписей в другую структуру Что значит? А как это? То есть вот эта верификация То есть регистрация и так была через банковскую систему Да, но все равно проверяют Все равно проверяют, мало ли вдруг что-то случилось Ломали банковскую систему Не знаю, да, да Но в любом случае по процедуре они должны проверить, соответствуют ли эти подписи О, интересно А если вот было собрано ровно 10 тысяч, одна подписи Подписей И две подписи были признаны То есть вот так серьезно идет эта проверка? Были случаи, когда какие-то голоса были не признаны? Не слышали, Светлана? Вы знаете, не слышала Вот здесь не буду врать, потому что не слышала После того, как проверили все эти подписи Дальше эта инициатива попадает в комиссию по мандатам этики и заявления И вот это тот, на мой взгляд, тоже очень ответственный этап Помимо того, что мы собрали подписями Все поучаствовали активно и выразили свою гражданскую позицию Рассмотрение в комиссии – это возможность для заявителей Этой инициативы и также для людей, которые заинтересованы в продвижении Действительно не просто в каком-то пиаре, а в притворении в жизнь данной инициативы Ее защитить, привлечь своих экспертов Комиссия рассматривает эту заявку на заседание Если необходимо, комиссия может собрать также экспертов Которые выскажут свое мнение относительно данной инициативы и так далее Комиссия может изрубить? Комиссия может изрубить, безусловно Подождите, стоп, Светлана Вы сказали, что если собрано 10 тысяч подписей То это считается законодательной инициативой Это должен рассматривать Сейм А вы говорите, комиссия может отрубить Она может по каким-то определенным, либо формальным Это уже не совсем так Тогда это не совсем законодательная инициатива Законодательная инициатива это то, что внесено в парламент И то, что Сейм обязан рассматривать на заседание Может быть я здесь оговорюсь То есть в принципе процедура рассмотрения в комиссии Она заканчивается этапом передачи этой инициативы Либо в другие комиссии, либо на рассмотрение дальше в министерство В общем в разные подведомственные институции Которые должны дать этой инициативе какую-то вменяемую оценку экспертную И после чего она выйдет на заседание парламентское И парламент уже соответственно будет принимать решение Или он передаст это по подведомственности Вы знаете, каждая инициатива, если смотреть и изучать эти инициативы Они очень разноплановые, очень разноуровневые Я когда смотрела те инициативы, которые поданы Они относятся как к законодательным, так и к всевозможным процессам Вот например нам предлагали сделать мост между Восмогрависом и Мангельсом Это уже вопрос правительства Или соответственно самоуправление и так далее То есть путь каждой инициативы он индивидуален Он индивидуален и если смотреть опять-таки статистику тех инициатив Которые дошли до парламента, до рассмотрения То из 38 рассматриваемых 26 все же были поддержаны Но там опять-таки тоже Если мы говорим и начинаем изучать количество подписей А 38 извините, это за сколько лет? С 2011 года Ну да, за 10 лет 38 Неплохое начало на самом деле Но если смотреть на числа, опять-таки на цифры конкретные подписавшиеся граждане То есть если мы говорим о том, что необходимо собрать 10 тысяч для того, чтобы эта инициатива обязательно ушла в парламент Есть инициативы, которые в парламенте были поддержаны Но количество подписавшихся полторы тысячи, две с половиной тысячи или 8 тысяч То есть даже вот такие? Да, что говорит о том, что когда тема становится актуальной Когда тема является важной для большого количества людей Когда она начинает обсуждаться в прессе Когда она начинает муссироваться в всевозможных социальных сетях Парламентарии, как люди, которые должны реагировать на всевозможные гражданские инициативы Встречаясь с подобными инициаторами, они сами начинают изучать эти вопросы В конце концов можно не доводить до 10 тысяч Безусловно А парламент сам примет к рассмотрению То есть это очень интересная история То есть обозначение важности, обозначение актуальности Скажите, Свет, а вот только граждане, то есть Пилсоне Только граждане, это норма Только граждане, достигшие 16 лет Не, граждане в этом процессе, они могут, естественно, поддерживать, они могут участвовать в... Граждане Евросоюза, постоянно проживающие на территории Латвии Имеющие право участвовать в выборах Европарламента Имеющих право участвовать в выборах местного самоправления, не могут Ну вот формулировка граждане, достигшие 16 лет Граждане, достигшие 16 лет Все равно здорово Так, отлично Ну так давайте рассказывать, что было, какие были истории Историй было очень много, они были абсолютно разные Они касались и здравоохранения, и каких-то... Расскажите самую успешную историю Вы знаете, их много Я когда начала анализировать, поняла, что часть этих инициатив действительно не были доведены до 10 лет Ну просто для того, чтобы наши слушатели поняли, что действительно это просто Единственное, что нужно, это поднять с дивана И даже можно и не подниматься в интернете Да, 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 сейчас в данный момент это особо актуально, потому что ты можешь зайти, изучить свои возможности И, собственно, в электронном виде подать, сформулировать свою заявку законодательную И подать ее Да, давайте послушаем дозвонившихся Алло, здравствуйте, говорите, вы в эфире Добрый вечер, Олег Так вот, ваш визави немножко недоговаривает Расскажите о 150 тысячах подписей для проведения референдума По этим инициативам И как это было введено, и как нам обрубили всю демократию Эта партия Вену типа Когда ее хотели снести Вот о чем надо говорить Не все так гладко у нас в стране Спасибо за вопрос Что у нас не гладко, расскажите Ну, я понимаю, что звонивший слушатель говорит о референдумах На мой взгляд, это несколько иная форма Нет, но это вообще немножко другое Это немножко другое, да Потому что это речь идет о 10 тысячах подписей А есть еще вопросы, за которые нужно собрать, допустим, 100 тысяч подписей Это 10 процентов Это другая история Это касается распуска Сейма, если я так правильно понимаю, да? И были же случаи, когда Сейм распускался, когда собиралось эти 100 тысяч подписей Сейм распускался указом президента, указом номер 2 Ну, видимо, к этому моменту было намного больше Уже много было подписей собрано Подписей было собрано много И, в принципе, мне кажется, что вообще история с референдумом Это отдельная тема, потому что референдумы были И я бы с удовольствием поговорила более углубленно Но сейчас мы говорим немножко о другом Да Мы говорим о том, каким образом каждый житель может подать Не имея каких-то возможностей проводить большие компании в прессе Акции Акции, да? То есть если мы говорим о созыве референдума Где 10% должны, простите, проголосовать за то, чтобы этот референдум состоялся То, естественно, мы говорим о том, что там ни я, ни вы Никто не имея достаточного финансирования Подобную компанию сейчас просто в Латвии потянуть не может На мой взгляд Об этом мы продолжим говорить буквально через пару минут Не приключайтесь Радиоболтком работает А мы говорим о том, работает ли в Латвии Народная законодательная инициатива Гость в студии у нас сегодня Светлана Савицкая У нас куча звонков Давайте дадим возможность высказаться нашим слушателям Алло, здравствуйте, вы в эфире Алло Нет, не алло Давайте попробуйте перезвонить Видимо, сорвался звонок Но тогда мы продолжаем, на чем остановились Остановились на разнице Все-таки, все-таки еще раз попробуем Алло, здравствуйте Алло, добрый день Добрый Ну, тут надо говорить не о другом, что собрать, то можно собрать Но нужно говорить о том, что половина практического населения русскоязычного не участвует в управлении страны Я объясню, в чем это заключается Заключается в том, что с момента независимости русскоязычные никогда не руководили всеми Есть только в оппозиции Беззубой, кстати, оппозиции Выключается из центра согласия Поэтому там собираются одни и те же Латышские партии Они узурпировали власть И принимают такие законы Которые привозят вот такой Дискриминсации населения и так далее То есть, поэтому у нас есть Плохая медицина, поэтому у нас на сегодняшний день Есть 220 тысяч Неграждан, которые ущемлены Более чем около 100 Около 100 в законодательном Если брать закон То в 100 случаях То есть, если вы посмотрите И удивитесь, что неграждане не имеют права Покупать на сегодняшний день Землю, сельскохозяйственную землю Кто мог такое издевательское придумать? В любой другой стране то же самое Попробуйте в России купить, будучи негражданином Любую землю Вы тут временно А мы живем постоянно Вы временщики, правильно? Не, мы на постоянку приехали Вам придется смириться Да, мы сюда приехали жить Подождите, подождите Вы живете в Латвии И, пожалуйста, нам нужно здесь жить А не провоцировать население Нам не нужен Майдан Вы ждете этого, нам этого не нужно Ясно Про Майдан все-таки давайте вы будете звонить На первый канал Центральное телевидение Что там еще бывает, российское и так далее Здесь это совсем не интересно Давайте вернемся к нашим баранам латвийским Да, вот если мы говорим об инициативах Которые были поддержаны Мне хотелось бы какие-то озвучить Для того, чтобы у наших слушателей Было понимание, что они абсолютно разноплановые Касаются разных-разных сфер нашей жизни Вот, например, инициатива, которая собрала всего Две с половиной тысячи голосов О праве женщин решать О судьбе своего тела Речь была о том, что Планировал один из министров Господин Белевич Вести в норму Что только рожавшие женщины Имеют право быть донорами яйцеклеток Все были возмущены Были пикеты Были постоянные дискуссии Относительно того, что Собственно, давайте каждой женщине право Решать самой И вот эта инициатива Она была действительно Несмотря на то, что парламент проголосовал В трех чтениях Она была остановлена И, собственно, норму у рожавших женщин Не ввели Я почему именно на этой инициативе Хотела с нее начать Потому как небольшое, вроде бы, казалось Количество подписантов Тема очень чувствительная И вроде бы не массовая Но тем не менее Ну, знаете, это с какой стороны посмотреть В 1939-м тоже очень многие в Германии Нечувствительные и немассово Относились к, казалось бы, идиотским Загнодательным инициативам Гитлера Тем не менее Простите, но решать Решать, какая клетка лучше Яйцеклетка Наверное, все-таки не дело парламента Да, безусловно А если упоминать Какие-то такие достаточно болезненные инициативы То инициатива, набравшая 8,5 тысяч голосов Собственно, до 10 не было доведено Но вот это вот правило о том Что работодатель не имеет права Требовать знания русского языка Даже если он связан с непосредственным Исполнением обязанностей Она очень активно Начала в наших политических кругах Обсуждаться и, собственно, закон о том, что работодатель все-таки не имеет права этого делать Был принят Да, это вот как раз-таки тоже еще один пример того, что не обязательно доводить до 10 тысяч А сейчас действительно требуют знания русского языка при приеме на работу? Действительно Русского, не латышского? Безусловно Те сферы, которые Те, скажем так, бизнесмены, которые работают в сфере обслуживания в ресторанном бизнесе и так далее Требовали знания трех языков Что абсолютно логично для Риги Это латышского, русского и английского Потому что они непосредственно общаются Как еще китайский, например, нужен Это же не нужно проводить законодательную инициативу для этого? Да, но вот поскольку у нас наши парламентарии и часть молодежи латышской считали, что они дискриминированы В силу того, что молодежь из глубинок русского языка не знает Была изменена законодательная То есть это была именно народная законодательная инициатива? Она была народной Я вот думала, что это вот Ну тут большой вопрос, может быть, в политической Мне очень интересно Это здорово Да, пусть это спорная норма Может быть, изменится отношение к этому Это и есть демократия Вы имеете право отрегать любую идиотскую законодательную инициативу Главное ее не принимать Да, ну вот в этом смысле Бизнес был очень против Потому что, на мой взгляд, каждый работодатель Имеет право решать, какие требования к своему работнику Но ведь этот вопрос, может быть, снова поднят Таким же образом Может 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 И норма может измениться Может Может Время-то идет, конечно Да, но, собственно, значит, предприниматели, которых это не устраивает, видимо, должны Могут инициировать Да, могут инициировать Еще какие-то А для предпринимателей, кстати, интересная штука, что, в принципе, подача гражданских инициатив от частных лиц, она бесплатна А что касается, например, предприятий, то если это малое предприятие, то подача инициативы стоит 2000 евро А если это крупное предприятие, то 4900 То же самое касается партии А жена предпринимателя может подать инициативу? Думаю, да То есть, сэкономить Обращайтесь, на самом деле Недорого А если предприниматель выступает как частное лицо? Не знаю Интересный вопрос Подумайте, Светлана, об этом на будущее Потому что он в разных ипостасях может быть И как предприниматель, и как частное лицо Ну, то есть, невыгодно от предприятий подавать Лучше частным лицам Да Та же норма касается партии Потому что, если это небольшая партия до 1000 членов И с небольшими пожертвованиями, то есть до 100 тысяч в год То инициатива 2000 стоит подать И если это большая партия, то опять-таки 4900 Давайте послушаем еще звоночки Алло, здравствуйте, говорите, пожалуйста Алло Здравствуйте Здрасте Вы знаете, жители Латвии давно знают о Манабалс ЛВ Вот для кого эта передача, я понять не могу Для ведущих, что ли? Спасибо за вопрос Но дело в том, что у нас Можно знать, конечно, про Манабалс ЛВ Но почему-то за 9 лет только 38 инициатив Знать-то можно знать А вот как им пользоваться И что с этой помощью можно сделать От простого знания, к сожалению, мы видим Цифры это не зависят То есть мы для чего это идем? Знать можно, но пользоваться Почему-то Слушайте, очень простая аналогия и очень современная Все знают, что нужно мыть руки И сколько больных коронавирусом Все знают, что нужно ходить в перчатках в магазине Посмотрите вокруг Ребята, давайте Как у нас в школе говорили Повторение, мать, учение Повторяем, девочки Дальше Инициатива, которая была поддержана Это открытое голосование на выборах президента Мы же все знаем, что президента у нас Собирали тайным голосованием И все очень возмущались И это тоже народная инициатива? Это тоже народная инициатива, которую поддержали Да, да, да То есть они очень разноплановые Эта инициатива собрала 10 тысяч? Сейчас скажу Да, эта инициатива собрала 10 тысяч А вот, например, инициатива о снижении налогов народная была? О налогах есть разные Но когда мы говорим о налогах Там должна быть абсолютно точная и четкая аннотация Относительно товарства Там должен быть математический проект Ну, это же не так сложно сделать, если хочется Безусловно Очень много инициатив было Связанных с тем, что необходимо понизить ПВН Для, допустим, детских товаров Да, для товаров первой необходимости Ну, на самом деле, да, вот что волнует больше всех Не касаемо русского языка В школах, давай забудем пока о нем У нас есть коронавирус Увышение налогов на блажение микро Грозит, как-то это все обнулит Используем еще одно модное словечко Вот, и как-то народно Наконец-то правительство стран Вообще всех задумаются о том Сколько они сдирают с трудового человека И как-то дадут возможность вздохнуть И возродить бизнес Потому что мы же понимаем, что все рухнет просто В ближайшее время Вот такие инициативы, в принципе, бывают? Бывают, безусловно Инициативы были поданы Когда угрожало наше правительство Закрытием малых микропредприятий То есть там подавали И с этим связаны инициативы И налоговые То есть это все существует и есть Но как-то вяленько Ну, может быть, вяленько Может быть, это связано с тем Что люди не до конца Не все понимают в нюансах налогообложения И так далее Поэтому они не выбирают Но ведь вы же сами сказали, Светлана Что на МАНа Балселве есть команда И туда можно прийти Эта команда поможет сформулировать Я говорю о том, что Быть может, простой Боятель страны Чего бояться-то? Ну, Лен, ты говоришь сейчас Как профессор права Тебе, конечно, ты чего бояться? А сидит простой предприниматель Который, не прости меня Пышки печет В долгов пился И думает Блин, это же столько нужно просчитать Там все это вот Да не буду я с этим запариваться Ладно, и так помочь А не буду запариваться Будут душить налогом Правильно Именно так и есть Поэтому и есть эта программа Для того, чтобы рассказать Что нужно запариваться Давайте послушаем До звонившихся У нас разрывается телефон Алло, здравствуйте Добрый день У меня не столько Да хотя и вопрос И мнение Наверное Давайте Те звонившие Которые Уповсетовали на то Что русские Там не у власти Или еще что-то Ну, там тоже Немножко передергивали Но Ваше мнение По поводу того Что Во-первых Манабал Все-таки Зависимая Платформа От правительства Которая Некоторые инициативы Не допускает В частности Например Как вы считаете Должны ли Не иметь права Голоса На Манабал ЦЛВ Жители Латвии Не граждане А жители Латвии Например В вопросах Касательных самоуправления Потому что Мы не Ну, как бы Как Не граждане Латвии Не управляем Политическими процессами Но вполне Имеем право Решать вопросы Городские Хозяйственные И так далее Потому что Напрямую Нас касается Потому что Из наших налогов Содержится И так далее Тем не менее Эту инициативу Не пропустили То есть Не пропустили даже До голосования По поводу того Чтобы Жители Латвии Имели право Голосовать По хозяйственным вопросам Чтобы их голос Учитывался На портале Манабал.св Отличный вопрос Спасибо большое Да, пожалуйста Светлана Я считаю Что это вообще Невероятная Несправедливость Которая произошла В 90-е годы Может быть Надо просто Заново Эту инициативу Формулировать Может быть И формулировать Ее до того момента Пока она не будет Официально рассмотрена Сэмми Раз не допустили Два не допустили То есть Капля за каплей Камень Точит Никто же Нет же такой Обнуляющей истории О том Что ты вот один раз Подал такую инициативу Да Законодательную Ее например Не пропустили И все Больше ты не имеешь права Ты можешь переформулировать Да пожалуйста Переформулировал слова Переставил В другом порядке И подавай снова Безусловно Безусловно То есть вообще-то Все в наших руках Да Все в наших руках Глаза боятся Руки делают И вообще Оторви задницу От дивана Ну тут Тут вот Сложная история Потому что Раз с компьютером Можно Можно даже Задницей на диване Имеется ввиду Морально оторвать Задницу Сказать Это моя страна Я участвую В принятии решений Я буду это делать Упорно Я сделаю все Что могу Это невероятно важно Да Давайте послушаем Еще на звоночке Алло Здравствуйте Добрый вечер Прямой эфир Да Да Мы слушаем вас Это вот По поводу Монобал Да Сейчас Немножко В шоке Немножко От этого Вашего разговора Но я вот Немножко Вам расскажу Свой опыт Значит Во-первых Там все это Контролируется И все Полная Ну это как бы Знаете Показуха Я конкретно Инициативу Писал Например Снижающую Отмену Налога У арендователей Земли Да Вот отмену Вот эту Пошли Поддерживают Такую инициативу Люди Простите Можете еще раз Сформулировать вопрос Мы не поняли Я не вопрос Я вам рассказываю Про то Что это за Вот такая Организация Монобал Там не проходит Реальный Там понимаете Какие-то бредовые Вот идеи Они проходят Там по типу Давайте запретим Там людям Курить В окно Вот такая чушь Проходит А вот реальная Инициатива Реальная Которую поддерживают Все Она как бы Не проходит Я понимаете Довольно грамотный Человек Образованный Составлял Очень грамотная Петиция Мою Инициативу Просто банят Начинают Какую-то чушь Писать А потом Вовсе не отвечают То есть Это ну как бы Инструмент Как бы он создан Да Вроде там Рассказывают Что вот Демократия Свой голос А этот голос Он никому не нужен Понимаете Никому не нужен И вот Прокомментирую Еще кстати Добавить хотел Вы там Говорите Про левица Там Это собираете Немножко Политической системы Да У нас президент Ничего не решает Это фигура такая Теремониальная У нас Вся власть У Каринша У премьер Подождите Мы говорили О выборах президента Об открытом голосовании А я вам говорю Вот и реплику Да Рассказываю А толку-то Что его народ Будет выбирать Да не народ Речь шла О том Голосовать В Сейме Тайным голосованием Или открытым голосованием Такая была инициатива И она была принята Спасибо Вот я вам еще раз говорю Вот налог Например Отмените На сборы Из пожилых домов Вот такую же инициативу Все поддерживают Правильно Так пожалуйста Сядьте Напишите ее А Света Светлана вам сейчас Расскажет И поможет И каким образом Это будет продвигаться дальше Спасибо Вы знаете У меня возникла мысль Уже не первый слушатель Говорит о том Что данная платформа Очень политизированно Не пропускает Определенные инициативы Говорят еще зависимые Зависимые Да От кого Можем провести эксперимент И сформулировать Общими силами Какую-то гражданскую инициативу И отслеживать здесь В радиоэфире у нас Отслеживать в радиоэфире Это раз Во-вторых Перед тем Как эта инициатива Будет подана Устроить массовую Массированную информационную кампанию О том Такая инициатива Планируется Да И собственно Посмотреть что будет Отличная идея Давайте попробуем Слышали Уважаемый наш радиослушатель Который только что Жаловался на то Что не проходят инициативы Алло Здравствуйте Говорите Вы в эфире Ну вот у меня с кем Я договорюсь А Ну так вот Вы только что слышали Вот Светлана Предложила контролировать Манобал Другой звоночек Давайте послушаем Алло Здравствуйте Алло Вы можете контролировать Хоть с утра до вечера Но вы не забывайте Как у нас есть Правящая элита Она состоит только С латышских партий Спасибо 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 Мы пытаемся все таки Не трогать сейчас Проблему граждан Не граждан Да Светлана уже подтвердила Что есть адская Несправедливость В том как устроена Работа этого инструмента Манбал Да К сожалению Только граждане Но опять же Почему не подать Инициативу законодательную О том что не граждане Тоже имеют право Хотя бы по хозяйственным вопросам И вопросам местного самоправления Нужно формулировать Нужно формулировать И контролировать Как работает Манобал Вот мы сейчас Здесь в эфире Сформулировали Что есть у людей Претензии к тому Как работает Манобал И что она пропускает Давайте проверим Проведем Это тоже услуга Которую мы нанимаем За свои деньги И это тоже Очень важно И я вот В самом начале Я Светлану прервала Потому что Она начала говорить О том что Только при наличии Большого финансирования Или какого-то Финансирования Можно довести Голосование до конца Вот не соглашусь Я вот вредна Про референдум Нет говоря про референдум Референдум мы сегодня Не трогаем Это отдельная тема Но на самом деле Я абсолютно уверена Что те же самые волонтеры Которые Инициируют Тот или иной вопрос Которые обсуждают Эту формулировку С командой Маном Балц Формулируют ее Таким образом Чтобы она была Приемлема В условиях Разных Политических партий В Сейме Ее возможно Довести до конца Недостаточно Гражданскому Обществу Просто взять Вот Придумать что-то Написать Увидеть Что в таком виде Это Это не принимается Нужно же еще дальше Потрудиться На самом деле Ответственность граждан И их законодательная Инициатива Работает Только тогда Когда они вкладывают В это усилие Государство будет Работать хорошо Когда Мы Не разово Не точечно А постоянно И долго Будем приучать его Что мы есть И что мы есть Не только раз в 4 года На выборах А и есть Постоянно И большой брат За вами смотрит И слушает Поэтому давайте Послушаем нашего Большого брата Алло здравствуйте Алло Добрый день Здрасте Я хотел вам напомнить Что Монопаус Была создана Инициатива По распуску САИМ Ну так Там поначалу Набрали где-то 50 тысяч В течение месяца Двух Потом это Все Заглохло Подождите Подождите Но если я правильно понимаю Эта инициатива Рассчитана на год Сбора Год дается Год По законодательству Дается вам На сбор этих подписей Вы за 2 месяца Собрали 50 тысяч И все заглохло От кого это зависит Вы сами подписали Приведите своих друзей Продолжайте об этом говорить Сами же люди Замолкали Извините Я позвонил Чтобы слушать вас Монологи Или вам интересно Мнение Как бы Вы сказали Что все заглохло Я вам оппонирую Сразу Чтобы вы сейчас Скорректировали Своё мнение Я Своё мнение Корректировать не буду Потому что Моё мнение Так вы скажите его Хотя бы Потому что Есть какая-то Критическая масса Масса Зависит От общего Количества Жителей Для Лаха И 150 тысяч Подписей Собрать Под инициативу Только возбудить Референдум Это слишком Большая Планка И так как Роспуск Сейма Тоже зависит От Ну то есть Монобалстом Идёт полностью Открытое Голосование Да Полностью Открытое То есть Люди Работающие Госсекторе Они не будут Подписываться В Монобалст Даже если Они против Этого Сейма Они боятся Свои рабочие места И поэтому То что Сделали Рубеж 150 тысяч Для Латвии Только для Возбуждения Референдума Это нарушение Демократии Демократических Принципов Такое моё мнение Спасибо большое За ваше мнение Ну так значит Нужна наверное Инициатива Чтобы снизить Число подписей Или сделать Голосование Нужно очень подробно Изучать Потому что Этот рубеж Был поднят Отлично Отлично Что Об этом люди говорят И думают Эта тема Вообще отдельная Мне кажется Она требует Обсуждения Ни часа Не двух Это глобальные вещи И действительно Референдумы Сейчас невероятно Сложно Организовать Потому что 150 тысяч Для Латвии Это невероятно Но мы сейчас Пока только О маленьких Инициативах Ну да Мы же не собираемся Сейчас 7 распускать Он сам Может и не выживет Скоро Вот как раз Сейчас Продолжается Сбор Ну там Но начали мы Говорить Все-таки О так называемых Малых делах Что более близко Так скажем Ростому обывателю Например Если мы говорим О каких-то таких Совсем приземленных Вещах Одна из инициатив Она предполагает Отмену Использования В быту Одна и двухцентов Монет Да Потому что Речь идет о том Что ни за цену Ни за два Ничего не купить И собственно Неудобненько Это так называемые Черные монеты Которые всем неудобны И стоят больших денег Их выпускать Но они стоят Их номинальная стоимость Дороже Чем Чем сама монета Бельгия уже не использует А некоторые страны Просто это же очень часто считается Что это какой-то признак Стабильности экономической Вот такая мелочь С одной стороны да И один из аргументов против Что опасаются Что поднимутся цены Да Хотя я не знаю Насколько Актуальные аргументы И он имеет Право на существование Ну допустим Из таких Ну В любом случае Это то что нужно Это абсолютно то что нужно обсуждать Да С экспертами Да Обсуждать все больше и больше Да Например Опять таки Инициатива О том что Чтобы запретить Самоуправлением Тратить бюджет На салюты На праздниках Прекрасная инициатива На мой взгляд Тоже очень интересно Очень важная Инициатива О том что Бюджеты Самоуправлений И государственные бюджеты И сметы Должны быть Общедоступны А они сейчас закрыты Очень Очень многие Вот это на самом деле На самом деле Это очень важная вещь Видеть бюджеты И самоуправлений И государства И так далее То есть без Без закрытых статей Чтобы было понятно Куда уходят наши деньги Да Да То есть капитал Собедрибус И коммерческая тайна Это такое Давайте послушаем Еще дозвонившихся У нас очень много звонков Алло Здравствуйте Говорите Добрый вечер Я вот хотел бы добавить То что Вот ну два цента Там Запретите в обороте Или одноцент Ну что это за инициатива Ну давайте вот Напишем инициативу Вот с вами Договоримся Вы мне телефон Продиктуете Давайте напишем инициативу О смене электоральной Политической системы В стране И посмотрим Пройдет эта инициатива Или не пройдет А за что Это то что Вы готовы предоставить Новый избирательный закон Я помню Давайте мы в лайв режиме Пошлем эту инициативу И посмотрим Что там нам ответит Давайте 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 организуем Как нам с вами связаться Вот вас позовем В эфир И вы расскажете Как мне с вами связаться После эфира Может быть написать Во-первых Можно написать В фейсбук Блондинки не шутят Блондинки не шутят На страничку Нет Давайте вы мне продиктуйте Ну вы сейчас серьезно говорите Да Чтобы мы продиктовали В эфире В прямом Свои телефоны На страничке Блондинки не шутят В фейсбуке Мы будем ждать От вас информации Как с вами связаться С вами свяжется Светлана И мы И мы готовы С вами Сделать Подготовить Какой-то вопрос Спасибо Это инициатива Электоральная Да Еще последний звоночек Алло здравствуйте Ну вот как раз Ну вот как раз последний И очень актуально К сегодняшнему времени Инициативу Светлана Может проявить На сегодняшний день Очень плохо Населению будет Которые Живут И можно бы сделать Как в Америке Сделали По 1200 И детям По 500 долларов Выделение Один в апреле А второй в мае Пусть она предложит Чтобы такая инициатива Чтобы нас приняли Вы меня простите пожалуйста Но это все таки Антикризисный план Правительства должен быть Это не может быть Народная инициатива Мы не знаем Опять же Мы только что говорили О том что у нас Закрыты статьи бюджета Мы не знаем Какой бюджет Откуда может Правительство Брать эти деньги Понятно Понятно что Конгресс Может выделить 2 триллиона Америка может Себе это позволить Россия выделяет 4 миллиарда рублей Окей Сколько выделит Латвия Конечно же выделит Естественно Конечно будут антикризисные меры И поддержка Я очень надеюсь Всех слоев Хотя пока не очень Но пока Пока мы этого не знаем Но это к сожалению Не может быть народной инициативой Раздача денег В кризисной ситуации Да в кризисной ситуации У нас буквально Минуточка осталась Полторы Ну что Надо работать Мне кажется Светлана Будем ждать Будем ждать Что нам напишут слушатели Которые предлагают Электоральную инициативу Это очень интересно Еще раз повторю На сайт В фейсбуке Страницы Блондинки не шутят Может еще у кого-то Какие-то будут идеи Между прочим Пожалуйста Пишите туда Дорогие слушатели Мы с радостью Мы с радостью Это поддержим Сделаем контрольную закупку Сделаем контрольную закупку Сделаем действительно Контрольный запрос Да На сайт Законодательств Инициатив законодательных Да И будем это отслеживать Будем это рекламировать Пиарить Рассказывать Всеми возможными способами Более того Я еще хочу сказать Что мы не ограничимся Только Манабалсом У нас в планах на будущее Много разных тем Взаимодействии граждан С государствами И Светлана Любезно Согласилась Быть участником Этих передач Мы будем очень серьезно Готовиться И возможно Из этого что-то вырастет А самое главное Самое главное Что это мы сами И надо учиться Взаимодействовать С государством Большое спасибо Светлана Савицкая Лену Лукьянова Кюля Писпонин Звукорежиссер Родион Золотарев Пятница Впереди выходные Ведите себя плохо